Всем привет. Сегодня я хочу вам показать как приготовить вот такие красивые аппетитные перепела в духовке в шикарном соусе. Перепела я буду мариновать в очень вкусном соусе. Это у меня кубанский соус, который я закрывал летом. Но если хотите есть такие соусы и в магазине, но домашний конечно вкуснее. Добавляю я сюда одну чайную ложку смесь перцев, добавляю теперь сюда две чайные ложки горчицы с зернами. Горчица с зернами придаст кисловатый вкус этому соусу. А для сладости я добавлю сюда 3 столовые ложки варенья из слив. И теперь нам осталось все это хорошенько перемешать и добавим теперь сюда еще конечно же соль. Добавляю сюда полторы чайные ложки. Из расчета 1 чайная ложка соли на 1 килограмм мяса. Кубанского соуса у меня здесь ровно 300 грамм. Готовить я буду вот таких вот прекрасных трех перепелов. Средний вес каждый составляет 500 грамм, то есть у меня здесь полтора килограмма. И теперь мы сюда добавим обязательно лук, который я уже предварительно нарезал. Лука я в этом рецепте использую 350 грамм. Нарезал я его полукольцами и теперь сюда же добавляем наш приготовленный соус. Теперь наша задача хорошенько все перемешать и убрать в прохладное место, мариноваться перепела на всю ночь. Желательно на всю ночь, но можно часа три хотя бы. Постарайтесь положить лук с соусом прямо внутрь перепелов. И после того как мы перемешаем, накрываем и убираем в прохладное место, как я уже и сказал. Но периодически хотя бы раз в два три часа перемешивайте это блюдо для равномерного маринования перепелов. Прошла у меня ночь, теперь убираем пищевую пленку с посуды, в которой у меня мариновались перепела. Периодически я их мешал, как я вам и говорил. Теперь достаем одну тушку и внимательно посмотрите. Вот так вот у меня сделан разрез, теперь скрещиваю я ножки у тушки и теперь вот так вот с помощью вот этого прореза я скрещиваю ножки. Очень удобно, чем заворачивать их в фольгу. Вот обратите внимание, вот так вот я сделал дырочку, вот как видите. Внутри у меня лук вместе с соусом не забываем. Вот так вот скрещиваем и накидываем вот такую петлю на ножку, что очень удобно. Для приготовления перепелов буду пользоваться я вот такими формами из фольги. Они в принципе не так дорого и стоят. Теперь на дно я выкладываю немножко лука и теперь укладываю сюда тушку перепелов. И вот таким вот образом я сейчас разложу все это по формам. Все перепела у меня готовы к запеканию в духовке. Как видите я форму закрыл фольгой и теперь отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов наша перепела и будем готовить ровно 30 минут. Прошло у меня ровно 30 минут, теперь снимаем фольгу сверху. Старайтесь это делать осторожно, чтобы не обжечься так, как пар очень горячий. И теперь обратите внимание, у нас появилось очень много сока. Этот сок вместе с луком я сейчас солью и отправлю опять перепела в духовку, готовится дальше. Чтобы они у нас подрумянились, температуру в духовке я буду держать 250 градусов. Прошло у меня 20 минут, в итоге у меня перепела готовились 50 минут. Они точно готовы, этого времени будет для них достаточно. Поэтому сразу отвечаю на вопрос, сколько же готовить перепела. Ну и вот в таком видео уже можно подавать на стол. Готовьте на здоровье. Всем пока, пока.